Середняково – это место, где расцвела ранее романтическая поэзия Михаила Лермонтова. Здесь юный поэт по ночам подолгу сидел у окна выходящего в парк, любовался природой и сочинял стихи. Здесь им написана большая часть его произведений. Сегодня в главном доме усадьбы – аншлаг. В день рождения Михаила Лермонтова соприкоснуться с историей пожелали десятки жителей Химок и гостей со всего Подмосковья. Два года он учился в благородном пансионе, два года в Московском университете и летние каникулы проводил здесь. Вестибюль, столовая, несколько гостиных и концертный зал. В этих комнатах главного дома юный Лермонтов провел четыре лета. Здесь он общался со своей бабушкой, отдыхал и вдохновлялся на творческие подвиги. С 1829 по 1832 год в Середняково появилось около 150 стихотворений, 17 поэм и 4 драмы. Он осознает, что он поэт и что литературное поприще – это его призвание. Очень редко так бывает, чтобы человек в таком юном возрасте, ведь это совсем подросток еще ребенок. Школьникам, которые приезжают к нам на экскурсии, я все время говорю о том, что только на минуточку представьте, те стихи, которые вы изучаете в школе и учите наизусть, написал ваш ровесник. Очень молодой человек. Уже после смерти Лермонтова имение Середняково было продано. Однако новые владельцы также оставили свой след в истории. В 60-е годы XIX века здесь прошло детство выдающегося государственного деятеля Петра Столыпина. Затем хозяевами стали купцы Ферсановы. В этот период частыми гостями в усадьбе были певец Федор Шаляпин, композитор Сергей Рахманинов, художники Константин Йон и Валентин Серов. И Вера Ивановна Ферсанова после кончины родителей становится полноправной хозяйкой усадьбы Середняково и оказывается последней владелицей этого дома до революции. В советские годы в усадьбе находился санаторий. И к распаду страны здание пришло в упадок. В 90-х потомки Лермонтова отреставрировали усадьбу и организовали здесь национальный центр, где сегодня проводятся выставки и экскурсии.